Всем привет! Меня зовут Сергей и я снова рад вас видеть на нашем канале хорошие строители от компании Кейсстрой. Тем временем пролетело лето, наступила осень и это значит то, что нам пора вернуться на наш объект, где мы по весне построили каркасный дом, вернее каркас дома и накрыли его крышей. Итак, за лето он как следует просох, обдувался всеми ветрами и на данный момент мы приступили к его утеплению и наружной обшивке и ссадинга. Ну и помимо этого у нас еще запланирована укладка тротуарной плитки вокруг дома. Ну и естественно, как всегда, я буду освещать основные моменты при выполнении данных работ. Итак, наш дом имеет перехлестное утепление 150 мм внутри каркаса и 50 мм снаружи. Об этом я подробнее рассказывал в предыдущем ролике. Так вот, прежде чем нам зашивать дом ссадингом, нам необходимо выполнить то самое наружное утепление толщиной 50 мм. Вот мы его как раз и сделали. То есть уложили плиты базальтового утеплителя по горизонтали. Затем при помощи степлера мы закрепили супер диффузионную мембрану. Вот обязательно стыки ее должны для большей герметичности проклеиваться вот такой вот двухсторонней клеющей лентой. Ну и затем мы уже будем крепить контур обрешетку с нужным шагом. Для ссадинга мы будем делать шаг 40 см. Ну и затем будем уже крепить к ней ссадинг. Для того, чтобы подшить свесы крыши пластиковыми софитами, под них также нужно смонтировать обрешетку. Вот мы видим то, что на стропива ребята продольно приколотили три рейки, на которые будут впоследствии монтировать софиты. Вы спросите, что за фигню вы наколотили под окнами? Поясню. После того, как дом обошьется ссадингом, под каждым окном будут монтироваться декоративные пластиковые элементы. Какая именно конфигурация будет у этого декора, мы пока не знаем. И заказчик тоже с этим моментом еще не определился. Поэтому было принято решение под окнами почаще наколотить доску, дюймовку. Ну, оставить, естественно, минимальные зазоры по сантиметру, чтобы было у нас проветривание. И впоследствии, когда будем уже крепить декор, шансов промахнуться саморезом мимо доски у нас будет немного. Возле входной двери мы видим ту же самую историю. Здесь у нас будет крепиться крыша крыльца. Но какая она будет двускатная, полукруглая, односкатная, какой у нее будет размер, мы пока не знаем. Поэтому было принято решение также наколотить здесь обрешетку из доски почаще, чтобы потом не промахнуться с крепежом крыши. Может быть, это не совсем правильно, но другого варианта мы не нашли. После того, как вся обрешетка была смонтирована и выровнена в одной плоскости, что очень важно, мы приступили к монтажу сайдинга. И в первую очередь начали с отлива. Значит, если сначала закрепить сайдинг, то отлив смонтировать будет уже проблематично. Далее прикручивается стартовая рейка. У нас она белого цвета, но это, в принципе, не важно, потому что ее все равно не будет видно. Монтируются H-профиля, наружный угол. Далее будут монтироваться отлив и околоконные планки. И уже впоследствии спокойненько можно будет монтировать панели сайдинга. В нашем случае панели у двух цветов, коричневые и карамельные. Коричневым мы выделяем углы. Также софиты у нас будут коричневые, околоконки будут коричневые. Ну, чтобы дизайн был как-то поинтереснее, а не однотонный. Еще один важный момент, который нужно учитывать при монтаже сайдинга, то, что саморезы, в данном случае это оцинкованные клопы, нельзя закручивать до упора. Нужно не докручивать их на пару оборотов, чтобы панели и панели могли спокойно перемещаться. Так как при перепаде температуры они будут уменьшаться и увеличиваться в разверах. Особенно это будет отражаться на коричневых элементах, так как на солнце они нагреваются сильнее, чем световые элементы. Соответственно, и расширение, и сужение на них будут проявляться в большей степени. Если закрутить саморезы до конца, можно наблюдать такие вот волны, когда солнце светит на жаркую погоду. Субтитры сделал DimaTorzok В итоге мы дошли сайдингом до уровня окон, и чтобы нам продолжать обшивку и далее, мы должны смонтировать околооконные планки. Но прежде чем их монтировать, мы сначала смонтировали оконный отлив, затем финишные планки. И уже сейчас будем нарезать и прикручивать околооконные планки и вставлять их как раз в эти финишные планки. Итак, на данный момент мы закончили умонтировать сайдинг на стены и приступили к подшивке свесов. Хоть немножко расскажу о том, как мы это делаем. Значит, прежде всего, в том месте, где у нас заканчивается стена и начинается свес, мы смонтировали элемент, который называется внутренний угол. И снизу завели в него панели сайдинга. Значит, с другой стороны свеса, с передней, мы смонтировали элемент, который называется G-FASCO. По-другому его еще называют ветровая доска. Значит, в вертикальной плоскости он у нас закрывает деревянную лобовую доску, а в горизонтальной у него есть паз, в который как раз таки заводится софит. Ну и остается только нарезать софиты в нужный размер и завести их с одной стороны во внутренний угол, а с другой стороны в G-FASCO и закрепить его саморезом к элементам брешетки. Самое время поподробнее рассказать о материалах наружной отделки этого замечательного каркасного дома. На данном объекте виниловый сайдинг и все доборные элементы к нему мы использовали от моего любимого производителя, завода Grand Line. Выбирали по нескольким причинам. Во-первых, потому что у них большой выбор профилей самого сайдинга и большой выбор цветов. Во-вторых, конечно же, цена. Цена доступная, я бы сказал, цена качества по сравнению с другими производителями. Ну и в-третьих, немаловажным аспектом явилось то, что на данном объекте по дизайн-проекту все доборные элементы коричневые, то есть углы коричневые, околоконные планки коричневые, софиты коричневые, ветровые доски коричневые. А как правило, элементы такого цвета, они более капризные. Да, так как они больше нагреваются на солнце, соответственно, и происходит большее расширение материала. То есть они больше гуляют, сжимаются и расширяются. По сравнению с элементами светлых цветов. Так вот, как показала практика, доборные элементы коричневого цвета от Grand Line, они более устойчивы к данному физическому процессу. Даже в случае неправильного монтажа, когда саморезы закручивают до конца. То есть их не так коробит на солнце. Есть даже такие виды сайдинга, не знаю, что за производитель, Китай, не Китай, в общем, которые даже светлые элементы, светлый сайдинг просто-напросто расправляется и даже бывает, что стекает по фасаду на солнце. Я думаю, что некоторые из вас видели такое явление на фасадах домов. Элементов, из которых мы монтируем фасад данного дома, я насчитал 12. И про каждый из них я сейчас вам расскажу. Значит, в первую очередь это металлический отлив. Его мы монтируем в первую очередь на низ стены. И по нему, под диффузионным убранием стекает конденсат, то есть вода, и капает на землю. Значит, затем поверх отлива монтируется стартовая рейка. Она белого цвета, но ничего страшного, потому что ее все равно не видно. В нее защелкивается первая панель сайдинга, с которой начинается обшивка стены. Значит, потом у нас есть такой элемент, который называется наружный угол. Ну, и, соответственно, он монтируется на углы здания, и в него также заводятся панели сайдинга. Есть H-профиль, вот если с торта на него посмотреть, да, видно, что он имеет форму буквы H. Он монтируется на стыках панели сайдинга. То есть с одной стороны в него заводятся панели, и с другой стороны заводится панель. Есть вариант, когда монтажники монтируют сайдинг без использования H-профилей. Тогда панели накладываются друг на друга внахлёст в шахматном порядке. Но это, на мой взгляд, не очень правильно, потому что, если взглянуть, на стену сбоку с одной стороны, да, всё гладенько и красиво, но если взглянуть на стену с другой стороны, да, со стороны стыков, то картина ужасная, эти все стыки топорщатся, не прижимаются плотно. Ну, в общем, рекомендую использовать H-профиль. Значит, наружный угол в данном случае мы использовали на переходе от стены к свесам, то есть снизу мы заводим конечную панель сайдинга по стене, и сверху уже заводим сюда софит. Можно ещё использовать две джирейки, да, ну, кому как нравится. Так, вот такой вот элемент, который называется околооконная планка, выполняет две функции. Значит, функцию наличника и функцию откоса. Соответственно, монтируется на оконных и дверных проёмах. Значит, также у нас имеется джифаска, либо по-другому ещё её называют ветровая доска. И монтируется она на свесах, там, где вылевая доска от стропильной системы. Значит, также мы использовали немножко джиреек и монтировали их на мой рват, и также сюда заводили панели софиты. Есть такой небольшой элемент по размерам, но очень значимый по своей функции. Значит, крепится он в местах, где монтируется околооконная планка и джифаска. Значит, в первую очередь мы прикручиваем его на саморезы, и затем уже в него вставляем край околооконной планки, либо ветровой доски. Так как прикручивать на саморезы, как некоторые это делают, да, вот эту часть околооконной планки, нельзя категорически, потому что у вас просто не будет зазора на расширение и сужение панели. То есть она впоследствии нагреется на солнце и пойдёт волнами. Поэтому обязательно нужно использовать финишную рейку. Значит, по поводу софитов. Здесь мы используем софиты новой разработки завода Грандлайн. Называются они эстетик. Значит, в чём их фишка? На первый взгляд, они глухие, но в ребрах у них есть дырочки, так называемая перфорация, которая очень важна для вентиляции подкровленного пространства. Чтобы понять, насколько это крутые софиты, вы можете посмотреть про них видео от завода Грандлайн. Кстати, ссылка у меня в описании. Так, ну и, конечно же, сами панели сайдинга. Здесь мы использовали не тот стандартный профиль, который уже всем приелся и мозолит глаза, а профиль, который называется блок-хаус, имитация стены сруба из бруса. То есть, по сути, она имитирует стену из профилированного бруса. Вот, как видите, здесь у нас есть два цвета. Коричневый то, что на углах, ну и карамельного цвета, который мы зашили основной площадь стен. На мой взгляд, такой профиль смотрится свежее и интереснее, чем стандартный. Ну, заказчику, во всяком случае, очень понравилось. И окружающим соседям тоже. Продолжение следует... На сегодняшний день работы по монтажу сайдинга на данном объекте у нас полностью завершены. Окончательным этапом явился монтаж водосточной системы. Значит, про нее я могу сказать то, что она производства Grand Line, она металлическая. И важным моментом было крепление кронштейнов водосточной трубы к фасадам, так как напрямую прижимать саморезом к сайдингу нельзя, так как у нас сайдинг не будет расширяться. Поэтому сначала мы сверлили в сайдинге отверстие диаметром 12 мм, вставляли туда металлическую трубку диаметром 10 мм, и уже через нее на саморезы мы крепили кронштейнов водосточной трубы. Тем самым мы создали зазор в сайдинге для его расширения при нагревании, и за счет втулок создали нужное нам пространство от трубы до стены. Тем временем мы начали уже другие работы по укладке тротуарной плитки и кое-что еще по мелочам, но об этом я уже, скорее всего, расскажу в следующем ролике. Значит, с сайдингом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был я, Сергей. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»